Добрый день, меня зовут Наталья Богданова, я врач-терапевт клиники Белый Клык, и мы с Александрой Андреевной будем вам рассказывать про герпес-вирус кошек, в моем случае это с терапевтической стороны, она расскажет про офтальмологические проблемы, ну собственно говоря, герпес-вирус это ДНК, содержащий вирус, важно знать, что вирус достаточно хрупкий и вне организма хозяина выживает не больше 18 часов во внешней среде, и здесь имеется в виду, что, например, если условия благоприятные, влажные, то это до 18 часов, если условия среды сухие, то и того меньше. Основные переносчики, естественно, это болеющие кошки. Опасность представляет выделение из носа, слюна, выделение из глаз. Интересный факт, что кошки, на самом деле, несмотря на то, что они маленькие и носы тоже маленькие, могут чихать до полутора метров и выделять вирус до полутора месяцев после исчезновения клинических симптомов. Опасны также кошки в стадии носительства, причем выделение этого вируса чаще всего бывает бессимптомным и периодическое, в какой момент кошка может этот вирус выделять, непонятно. Также опасны предметы окружающей среды, люди, предметы обихода те же самые, но помним, что вирус свободно выживает до 18 часов максимально. Заражению подвержены все кошки вне зависимости от возраста, пола, соответственно, и после заражения до 85% кошек становятся пожизненными носителями. Вирус живет в спокойном состоянии в ганглиях троничного нерва и опять же в стадии носительства выделение вируса периодическое и чаще всего бессимптомное. Заражение происходит через слизистую оболочку носовой полости, ротовой полости через конъюнктиву. Основное размножение вируса происходит в слизистой оболочке носовой полости, ротоглотке и миндалиных. В мазках вирус может быть обнаружен уже через сутки после заражения и сохраняться до трех недель. В мазках важно и за ротоглотки, мы попозже об этом поговорим, откуда преимущественно стоит брать материал для исследования. Что происходит при заражении? Герпес вирус, попадая на слизистые оболочки, вызывает отмирание эпителия слизистой оболочки, они же пропитываются активно воспалительными клетками и фибрином, что может приводить к разрушению костей хоан, бронхопневмонии и синуситам воспаления пазух. Остеолизис, то есть разрушение костей, хоан может разрешиться через несколько недель, может сохраниться пожизненно. не угадать, не узнать, как будет. Течение болезни может быть как костным, так и хроническим. С чем мы сталкиваемся клинически у таких пациентов? Собственно говоря, инкубационный период болезни от двух до шести дней это средний срок, может быть дольше. Основные клинические симптомы – это чихание. Выделения разные, от слизистых, прозрачных, до гнойно-геморрагических, гнойных с кровью. Воспаление глаз, конъюнктивита, кератоконъюнктивита, язвы, роговицы тоже как один из симптомов, но это у нас Александра Андреевна будет рассказывать. Лихорадка. Повышение температуры может быть, а может не быть. Снижение аппетита, либо отказ от корма. Это чаще всего связано и с температурой в том числе. Обезвоживание может быть, может не быть. Слюнотечение также. И если у нас беременная кошка заболела, может быть аборт, либо смерть новорожденных котят. В общем, как-то вот так это может выглядеть. Это один из характерных симптомов, но как бы может не быть. Это тоже больше в тему офтальмологии, но так. Очень важная тема по поводу диагностики герпес-вируса. На самом деле основное, на чем мы ставим диагноз, это аномнистические данные, история жизни зверя и клинические симптомы. Если мы берем исследования, если мы берем анализы, наибольшую эффективность показывают смывы либо кюритажа, это соскоб, со слизистой ротоглотки. Смывы из носовой полости, с конъюнктивы и с поверхности языка показывают очень низкую информативность для нас, поэтому смысла особого нет проводить эти исследования только кюритажа с ротоглотки. 70-80% эффективность. ПЦР — золотой стандарт. Остальные методы исследования даже не рассматриваются, просто потому что информативность их крайне низкая. С точки зрения постановки окончательного диагноза герпесовирусной инфекции — это биопсия миндалин. Вот эти биоптаты мы отправляем на ПЦР. Но это диагностика ради диагноза. Исследование достаточно травматичное, и необходимо нам только, если есть какие-то сопутствующие сложности, когда нам точно нужно поставить диагноз. Во что бы то ни стало. Я думаю, что это имеет смысл, если у нас животное уезжает в какую-то семью, где есть еще кошки, и владельцам крайне важно получить информацию, есть у кошки герпесовирус или нет. По поводу лечения. Системно мы применяем антибиотики. Это может быть моксицелин, доксициклин, азитромицин. Мы принимаем их вплоть до исчезновения клинических симптомов плюс неделя после исчезновения. По поводу доксициклина у кошек важно понимать, что молодым животным использовать его не стоит. И у кошек может вызывать эзофагита, это воспаление пищевода, поэтому рекомендуется после применения доксициклина выпоить кошке воду принудительно, либо покормить сразу после дачи лекарства. По поводу местной антибиотикотерапии, это капли в глаза с антибиотиками, это может быть тобрекс, флаксал, ципромет. Тетрациклиновую мазь прописывают, если нет повреждений роговицы. По поводу применения противогерпетических средств. Фамцикловир, есть разные дозировки, рекомендованные для использования дозы от 40 до 90 мг на килограмм. Собственно говоря, эффективность одинаковая. Доза 90 мг на килограмм используется в течение двух недель, а вот доза 40 мг на килограмм – больший срок. Но если мы используем высокую дозу, и кошка плохо переносит такую дозировку, дозу снижать нельзя, потому что эффективность этого препарата в этом случае резко падает. Поэтому тут аккуратнее. Если у нас есть какие-то выраженные системные клинические проявления, то лучше, наверное, использовать меньшую дозу, просто дольше. Ацикловир – самое распространенное лекарство у людей против герпес-вируса, но для кошек он токсичен, поэтому мы его не рекомендуем. По поводу вспомогательной терапии. Для кошек с выраженным ринитом, с выраженными выделениями из носовой полости, рекомендуется применять сосудосуживающие капли. Это детский назол или називин. Но очень важно использовать эти капли курсом не более трех дней подряд, не чаще, чем три раза в день. Можно провести два таких курса с трехдневным интервалом. Это связано с тем, что быстро достаточно вызывается атрофия слизистой оболочки носовой полости. Вы, наверное, знаете, что медицинские врачи, человеческие врачи говорят о том, что если мы применяем капли больше недели, у нас возникает привыкание к этим каплям. Но, собственно говоря, привыкание – это такое очень образное выражение. На самом деле речь идет именно о развитии атрофии слизистой оболочки. И для кошек этот срок намного короче – больше трех дней применения. Поэтому обязательно нужно делать перерыв. используют за рубежом гиалуроновую кислоту в виде глазных капель, но у нас ее нет. Еще по поводу вспомогательной терапии. Восполнение потерь жидкости, если у нас пациент не кушает или кушает очень мало. Конечно, эта фраза «как можно меньше времени находиться в клинике» касаемо дополнительного стресса. Потому что мы помним, что герпес-вирус активизируется, если у нас есть какие-то стресс-факторы. И, естественно, посещение клиники – это дополнительный достаточно весомый стресс-фактор для наших пациентов. Поэтому, если есть необходимость, скажем так, в дополнительном введении жидкости, стараться это делать в домашних условиях подкожной капельницей. Обычно бывает самый простой вариант по рекомендации врача, естественно. По поводу кормления. Это мягкая, тёплая, свежая еда. Чем вкуснее пахнет, тем лучше. Это связано с тем, что у кошек с ринитом, с выделениями из носовой полости, обоняние значимо снижено. И чем лучше будет пахнуть еда, тем, соответственно, проще будет кошку этим заинтересовать. Если наши пациенты отказываются от еды дольше трёх дней, мы настоятельно рекомендуем устанавливать зонды, стомы для кормления. И, естественно, удаление эксудата, удаление выделения из носовой полости, из глаз помогает, скажем так, заесть нашим пациентам. Есть очень хороший способ, который в домашних условиях можно осуществить. Это паровые ванны. По 10-15 минут, по 15-20 минут, несколько раз в день. Собственно, что это такое? Мы само помещение в ванной комнате, включаем горячую воду, чтобы она наполнилась паром воду, выключаем, сажаем туда нашего пациента, оставляем его там на какое-то время. Это помогает лучшему разжижению и отхождению эксудата. Промывание носовой полости достаточно обычного физраствора. Несколько раз в день, либо по необходимости это можно проводить чаще. Я думаю, что очень насущный вопрос. Эллизин, да или нет. Вообще, применение у кошек эллизина основано на данных гуманной медицины, человеческой медицины. У людей, ну, собственно говоря, вообще, даже сейчас не у людей, а вообще герпес-вирус для своего размножения использует аминокислоту аргинин. И у людей это две, скажем так, конкурирующие аминокислоты, но при этом герпес-вирус, они очень похожи по строению, и герпес, если у нас получается аргинина, мало, но много лизина. Герпес использует лизин, потому что они похожи, но он, естественно, да, это не то, что нужно. Герпес не может нормально размножаться, гибнет быстрее. У кошек вот этой взаимосвязи нет аргинина и лизина. Поэтому доказано научно, скажем так, исследованиями большими, многочисленными, что у кошек повышение уровня лизина не влияет ни на частоту возникновения рецидивов болезни, ни на тяжесть проявления клинических симптомов, ни на выделение вируса, поэтому использовать его смысла нет. То же самое с заражением. Никак не влияет на вероятность заражения вирусом и не снижает, не предотвращает заражение и не снижает вероятность. У людей пока привержения такого не было, у кошек, собственно, это доказано. Поэтому и лизин применять нет смысла. По поводу гипериммунных сывороток. Ключевое слово, что сыворотки незначительно снижают проявление клинических симптомов и скорость выздоровления. Поэтому как бы может быть да, но можно и не применять, потому что здесь небольшая разница, применяем мы их или нет. Интерферон омега не влияет на течение герпесовирусной инфекции, не влияет на болезнь. Есть данные, что он может снижать нагрузку кальциевируса у инфицированных кошек, но тоже не сказать, что эти данные очень достоверны по поводу вербогена омега. Поэтому нет. Вот есть у нас пациент, есть у нас житель, скажем так, болеющий герпесовирусной инфекцией, мы его полечили, клинические симптомы прошли, все хорошо. Как быть дальше, чего ждать от такого пациента? Мы помним, что носительство герпесовируса пожизненное, вероятнее всего, до 85%, вероятность, что кошка будет носителем пожизненным. У таких пациентов может развиваться хронические рениты вследствие атрофии слизистой оболочки, вследствие разрушения костей хуан. Может быть хронические конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, рецидивирующие дерматиты, морды и стоматиты. По поводу защиты. Существуют парентеральные вакцины, это те, которые мы в инъекционной форме вводим. Существуют интерназальные вакцины, которых у нас в России опять же нет. Парентерально, то есть в инъекциях вакцины, которые мы делаем, бывают, знаем, что живые, инактивированные. Первичную вакцинацию проводим с интервалом в 3-4 недели. По поводу интерназальных вакцин, если когда-нибудь они нам будут доступны, иммунитет развивается, на них достаточно быстро, могут быть легкие проявления, клинические чихания, небольшие выделения износа, как правило, проходят самостоятельно, через несколько дней, мы не придаем этому большому значения. Иммунитет после вакцинации до 48 месяцев, это достаточно длительный период, но вне зависимости от того, в каком виде мы ввели вакцину, вакцины дают слабую и непродолжительную защиту. Единственное, ради чего мы вакцинируем пациентов против герпес-вируса, это снижение тяжести течения болезни. И все. От заражения они не защищают и даже не снижают вероятность ее, только про тяжесть клинических симптомов. Что же делать с кошками и маленькими детьми? На самом деле рекомендуют вакцинировать начинать котят с очень раннего возраста, начиная с месяца. И дальше вакцинация каждые 3-4 недели вплоть до 14-недельного возраста. Но когда мы начинаем вакцинировать кошек и котят достаточно рано, естественно, есть еще материнские антитела, и они первую вакцину эффект могут блокировать. Если мы говорим про маму, вот вакцинированная у нас кошка, кормя своих котят, она не всем равномерно раздает антитела, и у них может быть разное количество антител. У кого мало, у кого много. Поэтому в любом случае вакцинация показана даже с раннего возраста. беременную кошку можно прививать за несколько недель до родов. Это может увеличить количество антител в молозиве, но помним, что беременных кошек нужно прививать только убитыми вакцинами. Собственно говоря, как предотвратить, как постараться предотвратить заражение. Вакцинировать котят рано и всех регулярно. Если к нам попадают больные кошки явно, мы их изолируем. Беременных кормящих в другую сторону. Вновь прибывших жителей вакцинируем и карантинируем до трех недель. Естественно, если к нам попадают у нас есть популяции кошек свободных от керпес-вируса, внедрять туда кошек из питомника, где явно были случаи заболевания, не самая хорошая идея. Из разведения кошек выводить, которые рождали больное потомство. И дезинфекции. Дезинфекция всего, что можно продезинфицировать. Миски, клетки, переноски. Помним, что с этим вирусом все намного проще, чем с многими другими. Убивается он достаточно легко. Стандартными дезинфектантами даже время и то является средством дезинфекции в случае с керпес-вирусом. Что сделать, чтобы предотвратить естественно, перенаселение это самый важный фактор развития керпес-вирусов. Контроль стрессов это новые жители в популяции, это визиты в ветеринарную клинику, это различные переезды, это все является для кошки стресс-факторами. И глюкокортикостероидные гормоны нет в этом случае точно. Естественно, по медицинским показаниям, если есть какие-то сопутствующие болезни, не нужно взвешивать за и против. Это ложится на плечи врача, принимать или не принимать. Но именно касаемо герпес-вируса так, чтобы попьем коротким курсом, не надо так делать, потому что точно мы получим прицедив болезни. Все. Никто ничего не спросит? Да. Когда кошка является пожизненным носителем, я же не знаю, носитель она или нет, симптомов нет. Мы ставим прививку, животное прививаю, все в порядке, и вот ему назначают преднизолон, и у него начинают течь глаза. Это может быть симптомом того, что это как раз в тот случай. А я так расстроилась. Спасибо. Извините. Если вакцины, вы сказали, помогают слабо, то получается этого никак не избирать. В случае с подобранными животными, с приютами, меня это... Совершенно верно. Защититься сложно, но вакцины, опять же, снижают тяжесть проявления клинических симптомов. То есть, если у нас зверь не вакцинирован от герпес-вируса и заразился, то, конечно, проявления могут быть очень тяжелыми. Но в любом случае он заражает всех новоприбывших, я так понимаю. То есть, весь приют, грубо говоря, болеет? В данной популяции, да, конечно. Если, например, мы приют возьмем, большая часть или все, если они все живут вместе, больны герпес-вирусом, и к нам приехал зверь здоровый, ну, в общем, весьма большая вероятность, что он заболеет тоже, конечно. То есть, грубо говоря, мы тогда прививаем всех, чтобы они в меньшей степени болели, да? Еще раз, извините. Я говорю, получается, что мы их всех там прививаем просто для того, чтобы они с меньшими симптомами болели. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, по поводу паровых ванн. Если у кошки параллельно еще на рентгене затемнение в легких, то наверняка... Плохая идея. Конечно, плохая идея. С какой целью? Уменьшите в виду очищение от... Да, раствора морской соли. Аквалор, аквамарис, да, для людей стерильные. Можно использовать... Мы в этом случае применяем антибиотики системно, как правило, если есть выраженные изменения. Потому что так местно антибиотики будут не очень хорошо работать на суп, потому что секрета очень много, они просто не будут проникать туда. Имеет... Ну, еще оправданно можно пробовать ринофлу и муцил. Это АЦЦ. Да, есть такой муколитик, его можно тоже капать в нос кошкам детский, но кратность использования та же самая. Потому что там два компонента, там ифлу и муцил и сосудосуживающий компонент. Три дня через три дня обязательно. Это с целью лучшего отхождения секрета. Прошу прощения, не приду. Вопросы в рамках питомника. Привитая беременная мать, допустим, заболевает, рождает котят, у них она вырабатывает антитела, да, император. Есть ли возможность обезопасить котят от заражения, вот, допустим, герпес вируса? Герпес вируса? Вакцинации ранние только. А, допустим, отнять их? Так, нет, пробовать можно, но, опять же, помним, гипериммунные сыворотки незначительно влияют на отъем от матери. Ранний отъем, максимально ранний. Ну, четыре недели. Четыре недели, да. У меня, можно я тогда повторю еще раз вопрос, который прозвучал, чтобы он был более ясно слышен. есть ли смысл использовать капли с антибиотиками в нос? Нет, нет смысла. Системно мы применяем капли с, системно применяем антибиотики, да, в этом случае. И вот все капли в нос, это все вспомогательная терапия. То есть мы применяем, да, антибиотик системно, но промывание носа, капли в нос, это только чтобы улучшить клиническое состояние животного, снизить эксудацию, чтобы у нас зверь лучше чувствовал еду и мог поесть только с этой точки зрения. Те же самые муколитики, флуимуцил, только для того, чтобы лучше отходил секрет. Есть ли смысл использовать иммуностимуляторы или модуляторы, закапывая их в нос? Нет. Что ж такое? Могу сказать так, что в лечении у нас, у людей, то есть в назначении этих же препаратов тоже сейчас уже пересмотрено. Использовать капли в нос при лечении ренита с антибиотиками не считается столь эффективным. Тоже, если есть воспаление, то эффективное, когда оно точно бактериальное, эффективное, системное. Если его нет, именно бактерий, то тогда нужно просто физраствор и такие сон. Просто обеспечить адекватную санацию. Совершенно верно. Подскажите, пожалуйста, если у нас имеется непривитый котенок породный, то новой хозяйки. И единственный симптом это ренит. Чаще всего сирозное истечение. При этом ПЦР-диагностика не показывает наличие герпеса. Котенка, в принципе, это не беспокоит. Аппетит, все хорошо, беспокоит только хозяйку. Следует ли подозревать у него все-таки этот герпес? Что делать с вакцинацией? Следует подозревать, вакцинировать. Это никак не ухочет. Не ухочет ситуацию. Да нет, можно стандартный, живой. Да, мертвые вакцины имеет смысл вакцинировать кюритаж с ротоглотки. Мы это уже обсуждали, по-моему, при кальциферозе. То есть пациент здоров, никаких жалоб на активность, на аппетит, на общее состояние нет. Есть только какое-то выделение периодически чихания. Ну, есть ли у него иммунодефицит? Есть ли у него ликоз или вирусный иммунодефицит? Если мы этого не выявляем, то у него нет противоказаний к вакцинации обычной живой вакцины. Совершенно верно. И если он не беременный, но это вряд ли. Да. Маленький вопрос по промыванию носа. Существует мнение, что промывание носа практически неэффективно именно потому, что у кошки многокамерный нос, и мы, по сути, промываем только переднюю камеру для очищивания, а именно снимаются все воспалительные процессы в носу путем закапывания в глаза, тем же тобраксом и так далее. Нормально ли это мнение? Нет, на самом деле это действительно так по поводу промывания. Действительно, у кошки нос длинный, большой, много хуан, много ответвлений, невозможно адекватно нос промыть. Но даже закапывание в переднюю камеру вызывает активное чихание, рефлекторный процесс, и за счет этого тоже осуществляется санация носа. Именно воспалительные процессы путем приема антибиотиков системно. Капли в глаза действуют на роговицы. Местные, смотрите, как капли в глаза работают в глазах с антибиотиком. Через носослезный канал там незначительное попадание, поэтому все равно основной упор, основной акцент на системные антибиотики. То есть ответ нет. Неэффективно закапывание антибиотиков в глаза для лечения ринита. Антибиотики системно, да. Кошка переболела риндрохиитом, все клинические признаки прошли, кроме эпизодического чихания. У нее закладывает нос, где-то примерно раз в неделю она вычихивает зеленую соплю, при этом никакие другие анализы ничего не показывают. Хозяйку беспокоит именно вот эта эпизодическая заложенность носа и потом вычихивание. Каким образом можно, ну как бы, что можно сделать в этой ситуации? И в клинике рекомендовали, ну если я правильно назову, это бужирование или что-то типа того? Ну по поводу бужирования не совсем понимаю, что имеется в виду, потому что само по себе бужирование процедуры это расширение канала. На самом деле объяснили, что из-за того, что скапливается слизь внутри, ее надо оттуда вымыть, и вот так как кошка до конца не может прихихаться, у нее заложенности нахрюкает. И предложили сделать бужирование. Вот вопрос. Ну, я так понимаю, что не совсем термин корректный. Бужирование само по себе подразумевает процедуру расширения чего-то, полости какой-то канала. я так думаю, я так думаю, что в случае с этой кошечкой имеется в виду проведение риноскопии, то есть осмотра носовой полости и промывание всех вот этих пазух от гноя. Но вероятнее всего у этой кошечки хронический уже ренит, да, после переболевания герпесом, там может быть так называемый лимфоцитарно-плазмоцитарный ренит хронический, который может лечиться только местными каплями, там теми же промываниями, что-то. И стероидными, кстати, местными только, не системные стероидные. Но это гистологический диагноз тоже, то есть это нужно на риноскопии смотреть. Но промывание носа вот такое, да, как вы сказали, имеет смысл, но возможно будет рецидив через какое-то время, это может не помочь на всю жизнь, да, избавиться от этого. Да, сейчас промоют, будет улучшение, но через какое-то время может случиться снова, через несколько месяцев. Я дополню, потому что и объясню, почему доктору непонятно. Для того, чтобы принимать решение о необходимости бужирования, не рекомендовать его пациенту, нужно сначала убедиться в его необходимости. То есть надо сначала сделать риноскопию, убедиться, что там сужены эти самые проходы хаана, и тогда, о, да, смотрите, да, сужено, давайте. А так только потому, что у него сопли, ну давайте там пробуровим дырочку. Нет, это нонсенс, это где-то есть нарушение коммуникации. Вот по поводу вакцинации. Допустим, у кошки сдали отдельно ринотрохиит, он показал положительно, герпес вирус сдали, показал отрицательно, да, и, ну, выбор вакцины какой, то есть, как нам объяснили в клинике на Бивак Трикэт, там содержится, ну, отринотрохиита, а Поривакс, Мириал, да, от герпес вируса. В общем, какую вакцину выбрать дальше для вакцинации кошки? Или это не имеет никакого значения? Я думаю, что не имеет. Не имеет, все равно, чем прививание. Да. Спасибо. А человеческие капли с гиалуронкой не подойдут? Насколько я знаю, нет, но я думаю, что это уже к следующему лектору вопросу по поводу глазных капель. Я не совсем в курсе. Все.